Церковь Божия Я очень рад, когда мы видим вот эти таланты, которыми Бог наделил нашей Церкви, столько много желающих играть, петь, рассказывать о Боге. Слава Господу! Слава Господу! И нам только остается благословлять нашу молодежь, благословлять тех, которые трудятся, тех, которые славят имя Господне. Слава Господу! Сегодня мне хочется вспомнить один случай из жизни апостола Павла, и мы будем приходить к молитве. Апостол Павел прошел длинный путь, и пришло время тогда, когда произошло возмущение там в Иерусалиме, и вот он как узник. Когда он потребовал суда Кесаря, то его вместе с другими узниками отправляют туда, в Рим. И вот написано то, что его вместе с узниками погрузили на этот корабль, отдали в распоряжение этого сотника по имени Юлий, и они путешествуют. Я читаю 27 глава Деяний, 7 стиха и ниже. Но как прошло довольно времени, и плавание было уже опасно, потому что и пост уже прошел, то Павел советовал, говоря им, «Мужи, я вижу, что плавание будет с затруднениями и с большим вредом не только для груза и корабля, но для нашей жизни. Но сотник более доверял кормчему и начальнику корабля, нежели словам Павла». Вот это место, которое здесь написано в книге Деяний, мы часто, может, читаем здесь, но задумывались мы над том, сколько в этом заложено смысла. Они приплыли в это место, которое называлось «Хорошие пристани близ города», который был город Лосея. Вот их корабль приплыл туда, и написано, что уже началось волнение на море, что неблагоприятный ветер был для них, и они стали там, в этой бухте, и которая называлась «Хорошие пристани». По-другому еще это называлось место «Тихие пристани», «Хорошие и тихие пристани». И дальше мы читаем о том, что они хотели плыть дальше. Но Павел, муж Божий, он советовал, что это будет очень опасно для корабля и для груза. Мы знаем, что тихие пристани, хорошие пристани, они есть в нашей жизни, слава Богу. Что для нас является тихой пристаней, хорошей пристаней? В первую очередь, я хочу сказать, это семья наша. Там, где мы родились, там, где мы выросли, там, где мы имеем верующих родителей, там, где тебя поймут, там, где тебе подскажут, там, где тебе окажут помощь. Слава Богу, что многие из нас родились в верующих семьях. Те, которые молятся за нас, родители, они никогда не оставляют молитву о детях своих. Слава Господу! Еще одна тихая пристань – это церковь Божия. Это церковь Божия, где Бог насадил тебя и меня. Там, где тебя поймут, там за тебя могут помолиться, там могут поднять тебя на руках молитвы. Если даже ты ошибаешься или падаешь, тебя поднимут, где-то укажут, где-то проведут и покажут твой путь. Но самая главная пристань – это наш Иисус Христос. Написаны такие слова, я уже не буду читать, что наш Бог – это и есть крепкая башня, в которую бегает всякий праведник и безопасен. Слава нашему Господу! И вот здесь мы видим, этот корабль встал в этой тихой пристани, в хорошей пристани. Но все-таки они намериваются выйти в открытое море. В открытое море, там, где есть шторм, там, где есть ветер. А Павел, он был человек Божий. Ему Бог сам открывал, как идти, как поступать. И мы видим, что Павель советует такие слова. Мужи, я вижу, что плавание будет с затруднениями и с большим вредом, не только для груза и корабля, но и для нашей жизни. Павел знал наперед, потому что Бог открывал ему, и он дает такой совет. Но мы видим, что сотник более доверял кормчему и начальнику корабля, нежели словам Павла. Сегодня я хочу сказать о том, кому мы больше доверяем, с кем мы больше советуемся. В нашей жизни встречаются разные ситуации. И в первую очередь, куда мы идем? Или мы советуемся, как тот царь молодой Раваам, который только стал на царство. Там написано о том, что этот царь, он не стал доверять, он пренебрег совет старцев. Тех старцев, которые были при его отце, при Соломоне. Они имели мудрость, они были умудренные, но не стал с ними слушать их. Он посоветовался своими родственниками, с которыми вырос, с молодыми людьми. И они ему такой совет дали, что после этого совета царство разделилось на иудейское и израильское. Это произошло потому, что он не послушал правильного совета. И здесь мы видим, что Павел советует, давайте останемся, перезимуем на этой тихой пристани, на этой хорошей пристани, но, написано, сотник, более доверял кормчему и начальнику корабля. Сегодня в нашей жизни кому мы доверяем? Какой мы делаем вывод, когда перед нами стоит какой-то выбор? Обращаемся ли мы к Богу? Или идем ли мы в церковь, к служителю? Или, может, мы просто идем советоваться с теми друзьями по работе, по учебе? Может, где-то нашел себе друга, но ты не знаешь, есть ли у него Слово от Бога для тебя? Пусть Бог разумит нас, чтобы мы правильно относились к тому выбору, который мы делаем. И читаем дальше 13 стих. «Подул южный ветер, и они, подумав, что уже получили желаемое, отправились и поплыли поблизости Крита. Но скоро поднялся против него ветер бурный, называемый Эврокридон. Корабль схватило так, что не мог противиться ветру, и мы носились, отдавшись волнам». Вот наступило такое обстоятельство, что море утихло, подул южный ветер, хороший, такой приятный ветер. И они подумали, вот, пришел нам ответ. Они подумали, что вот для нас открыт путь. И выходят в море. Братья и сестры, в нашей жизни тоже такое случается. Когда нам кажется, все сопутствует нам. И то складывается правильно, и то, и люди как-то помогают, и что-то еще выходит на помощь. И мы начинаем двигаться в том направлении. Но мы забываем, есть совет у Бога. Не вспоминается тот случай, когда во время Иисуса Навина пришли вот эти гавиатяне. Они взяли с собой плесневый хлеб. Они взяли одежду, которая была уже изношена, обувь стертая. И они пришли, чтобы заключить мирный договор с Израилем. И они сказали, что мы пришли из дальней страны. И Иисус нам этому поверил. И старейшины поверили. Но Слово Божие говорит, что они не вопросили Господа. Они не вопросили Господа. И когда они заключили этот завет, то через три дня они узнают, что эти люди живут рядом. Что этот город находится рядом. И вот такое промечивое было решение. И потом Бог сказал, что они будут для вас сетью. Сетью. Чтобы искушать вас. Пусть Господь благословит, чтобы мы всегда сделали правильный выбор. Правильный выбор, когда, может, уже кажется, все, подул этот южный ветер. Но попроси сначала у Бога. Пусть Бог тебе даст правильное решение. И дальше написано, что вот только они вышли из этой бухты. Только начали свое плавание. И здесь поднимается другой ветер. Противный ветер. Ветер, который... Написано, Эвраклидон. То есть ветер, который принес беду. Ветер, который принес разрушение. И мы видим, что человек, когда выходит из бухты тихой. Мы уже сказали, что есть бухта, вот эта тихая, хорошая пристань. Когда человек решается оставить Бога. Когда человек бежит от Бога. Или человек решается выйти из церкви. Или человек хочет оставить свою семью. И говорит, я сам проживу. Я сам найду себе путь в жизни. Я сегодня хочу говорить к молодым людям. Но не только к молодым. Потому что много людей есть, которые сделали эту ошибку. Я помню один свидетельство брата одного. Он говорил, что я всю жизнь боролся с Богом. Я всю жизнь боролся. Я не хотел подчиниться Богу. И в итоге он потерял и семью. Он потерял средства. Он потерял здоровье. И все равно Бога он не смог победить. И пришлось ему смириться. Прийти к Богу. Но это уже было поздно. Он потом много жалел, что он раньше не смирился пред Богом. Пусть Бог благословит каждого из нас. И вот мы читаем о том, что вот этот противный ветер встретил их. Мы говорим сегодня о том, что враг наш, дьявол, он ходит, как рыкающий лев, ища кого поглостить. Когда мы находимся в этой тихой пристани, в этой хорошей пристани, он не может на нас обрушиться. Потому что находимся под защитой молитвы, под защитой Божией. Слава нашему Господу. Но когда мы выходим, этот рыкающий дьявол, он хватает. И вот мы видим дальше о том, что когда на другой день по причине сильного обуревания начали выбрасывать груз, на третий день, на третий мы своими руками побросали с корабля вещи. человек, который вышел из этой тихой пристани, начинает нести потери, начинает нести урон. И даже здесь написано, что своими руками они побросали все с корабля. Мы имеем много примеров, когда люди выходили из церкви. Люди отходили от Бога, и они несли большие потери. Нет времени уже все перечислять. Но каждый из нас может вспомнить, увидеть тех, которые падают на этом пути, которые уходят от Бога. Разве у них жизнь хороша? Разве они имеют какую-то радость? Только радость в Боге. Слава нашему Господу. Еще хочу одно место подметить, будем молиться. Дальше здесь написано о том, что уже прошло какое-то время, и люди стали в отчаянии. Они были голодны, они были уставшие и уже потеряли надежду на жизнь. Однажды, сделавшие одну ошибку, прошло у них две недели, и написано 14 дней, они носились в этом море, не зная, где они находятся, не видя конца этого шторма. И каждый раз они боялись, что их разобьет об скалы. Так и человек. Многие люди, которые вышли из-под крова Божия, не 14 дней, не две недели, годами, а может, десятилетиями носятся в этом мире, поверсали все, и нет успеха, нет утешения. Но слава Господу! Как сегодня уже было подмечено о том, что голос Божий говорит тебе, как бы ты далеко не пал, но голос Божий ты услышишь. Пусть Бог благословит. Мы видим вот 22 стих, говорит так, что Павел встал и говорит такие слова, «Ибо ангел Бога, которому принадлежу я и которому служу, явился мне в эту ночь и сказал, не бойся, Павел, тебе должно предстать предкесаря. И вот Бог даровал тебе всех плывущих с тобою. Посему ободритесь, мужи, ибо я верю Бога, что будет так, как мне сказано». Слава Богу! Был тот человек на этом корабле, который имел связь с живым Богом и который мог сказать, что ангел Бога, которому принадлежу я и которому служу, явился мне в эту ночь. Слава Богу! Вот этот ангел пришел, чтобы утешить Павла, чтобы утешить всех плывущих на этом корабле. И он свидетельствует, что все вы останетесь живых и вам должно быть выброшено на какой-то берег. Так открыл ему Господь. И сейчас я хочу вспомнить вот два человека. Апостол Павел плывет на корабле. И Иона также плыл на корабле. Один человек за Слово Божие, за служение пред Богом, он в узах и его везут насильно на этом корабле. И Иона же бежит от Бога. Он бежит от Бога. И в этот корабль он оказался на этом корабле, который плыл в Фарсис, в другую сторону, чем повелел ему Господь. И что он может себе сказать? Он тоже сказал такие слова. Я прочитаю это. книга Ионы, первая глава, девятый стих. И он сказал им, «Я еврей, ждущий Бога небес, сотворившего моря и сушу». Вроде одинаковые слова. Здесь он говорит, что «Я еврей, ждущий Бога небес, сотворившего моря и сушу». И Павел говорит, «Ибо ангел Бога, которому принадлежу я и которому служу». И один, и второй говорит, «Я служу Богу». Но здесь дальше написано о том, что об Ионе узнали эти люди, что он бежит от лица Господня, как как Он Сам объявил им. Этот человек, оставляя Бога, оставляя повеление Божие, бежит, бежит и бежит в обратную сторону, не туда, куда повелел ему Господь. И мы видим, Бог создал вот эту ситуацию на море, когда этот корабль уже погибал, и Он говорит, «Выбросьте Меня, туда, в море». Он не мог ничего больше сказать. Он знал, что Бог взыскивает с него. И так и было. И те люди устрашились, написано, потому что они увидели, что это воля Божья. Только по милости Божьей, мы знаем эту историю, Бог сохранил его и все-таки направил туда, куда Ему нужно было идти. Все-таки Он подчинился воле Божьей. И также апостол Павел был на корабле, но он был в другой ситуации. Бог ему открыл, что будет дальше. И даже здесь так сказано, что Бог дал ему этих людей и вместе с ними спасет его и этих людей. Слава нашему Господу. Поэтому все зависит от того, в каком состоянии находишься ты и я, или ты в мире с Богом, или ты идешь по воле Божией, исполняешь волю Господню, или ты бежишь от Бога. Я не знаю, кто из вас в какой ситуации сегодня, но очень важно, ученики, они тоже оказались в море. Буря с ними был Иисус. И они будят Иисуса. Господи, погибаем! сегодня может кому-то из нас надо сказать эти слова «Господи, погибаю! Господи, выйди на помощь и окажи мне милость Твою!» Или как вот этот блудный сын, когда он тоже бежал от семьи, он бежал с родного дома, и когда уже пришел такое состояние, там пося этих свиней, он пришел в сознание, он пришел к тому, что встану, пойду к Отцу моему и скажу «Согрешил я пред небом и перед Тобою!» Мы сейчас будем молиться, я бы хотел призвать тех, которые сегодня может всю жизнь боролись с Богом, может сегодня не хотели жить в христианской семье и рвались куда-то свободно пожить, может те, которые томились в церкви и хотят вырваться, я пойду в другую церковь, я буду и там найду себе место, я найду себе какое-то служение другое. Я хочу сказать вам, прежде всего нужно найти мир в себе, нужно найти мир с Богом, и тогда будет всюду тебе хорошо. Слава нашему Господу. Если ты сегодня боролся с Богом до сего дня, и ты терпишь урон, ты терпишь потерю, еще можно прийти в сознание и сказать, что согрешил я перед Богом и перед тобою. Пусть Господь благословит нас. Давайте встанем для молитвы, да прославится Господь. Аминь. Господь, Продолжение следует...